И снова всем привет-привет, друзья! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика Аструм. Я уже в предвкушении. Готовимся наполняться прекрасной морской атмосферой. У нас на очереди глава девятая «Разум и сердце». Прямо сейчас мы начнем озвучку, а поговорим с вами уже обо всем в конце этой главы. Поехали! По обеденному залу гуляет утренний ветер, ласкает кожу прохладой. Солнце давно встало, но так как пассажиров на борту немного, а большая часть экипажа отдыхает, то и завтракает Тихен в очень скромной компании. За столом лишь старший механик, нарушители его душевного спокойствия в лице бармена Эчимина и Джин, ну и капитан, которому еще утром Тихен заявил, что вообще-то он с ним не разговаривает. «Звезда моя!» — лениво зовет Юнги. «Ты чудо-человека доколупался!» Разговаривая с Чунгуком он не разговаривает, но забыть о себе не дает. И в тарелку его залезет, и кофе назло отопьет, и коленкой толкнет под столом. Капитан уже ничего и не ест, только наблюдает за всеми этими неудачными попытками довести его, и неудачными, потому что настроение у него хорошее. Тихен сейчас больше напоминает зверушку. За ним так же даже любопытно наблюдать, когда тот изо всех сил строит из себя обиженного и задетого до глубины души тем, что с ним никто не хочет делиться чужими секретами. На вопрос бармена Тихен лишь фыркает и показательно тянется к завтраку капитана. Ворует у него из тарелки стручок фасолины, а Чунгук усмехается. «Весело ему, видите ли. Он, кстати, наелся и совсем не жадный, так что если англичанину надо...» Капитан двигает тарелку к нему, но Тихен злобно щурится. «Тебя это правда совсем не раздражает? Его самого это давно бы довело до белого коленя». «Раздражает до ужаса, с наигранной серьезностью, говорит Чунгук. Аж места себе не нахожу. Считай, я в бешенстве. По мне не видно?» «Не заметил», — обиженно хмыкает Тихен. «Буду стараться раздражаться лучше». «Так вот он какой обиженный Тихен!» — улыбается, Чимин, скидывая брови. Он сегодня, кстати, тоже в хорошем настроении, несмотря на то, что уже успел подсапаться с Юнги без особого повода. За столом в целом царит приятная атмосфера спокойствия. Тихен, можно сказать, счастлив быть здесь и прямо сейчас. «Для кого-то это восьмое чудо света», — вздыхает капитан, но тут же встревает Сакджин. «А для кого-то, видимо, обыденность». Он, кажется, не имел в виду ничего плохого, но атмосфера резко изменилась. Тут и капитан сменился в лице. Улыбается он уже не так искренне, с прищуром, глядя на Сакджина. Чингук просто знал. Был уверен, что однажды что-то подобное произойдет, ведь не зря уже тот, в который раз сидит с таким кислым лицом. За брата, походу, переживает. И вот не выдержал, сболтнул. «Я, кстати, кота себе хочу», — игнорирует его Тихен. Чингука тоже. «Даже имя уже придумал». Он вообще единственный, кого подобные разговоры не ставят в неловкое положение. Он не чувствует напряжения, до него не доходит, что вообще настроение внезапно изменилось. А тут и не надо быть гением, чтобы понимать, что именно капитан доводил англичанина до слез. Больше, собственно, и некому. Тихен только на него реагирует вот так. То души в нем не чает, как сейчас. То ревет бы лугой, не ест и не спит с утками, убиваясь по неразделенным чувствам, как неделю назад. Они свои отношения именно поэтому на людей не вносят. И им это и не надо, пока есть Тихен. «Тихен, можно тебя на минутку?» Просит Джин, вытирая руки салфеткой. Та осторожно откладывается в сторону. Менеджер неторопливо поднимается с места, задвигает за собой стул. Не ждет согласия младшего брата. Тихен разворачивается и уходит, зная, что за ним последует без лишних уговоров. А Тихен искренне не понимает, почему капитан внезапно весь напрягся, нахмурился, почему Чимин замолчал и опустил взгляд. Даже юнги с механиком стихли. «Такое ведь хорошее утро. Ну, подумаешь, Джин, немного не в настроении. Так оно у всех бывает. Перебесится, успокоится. Ему просто отдохнуть надо». Тихен-то его знает, как свои пять пальцев. Помнит, конечно, что его брат только на публику весь из себя. Мистер невозмутимость. И что злиться он умеет, потому что очень уж вспыльчивый. Иногда, если дело серьезное. Ну и остывает так же быстро, как закипает. Его просто доводить не надо. Тихен с ним умеет ладить. И он распахивает глаза в удивлении, когда Чингук хватает его за руку. С места тот не двигается, но по взгляду видно, хочет что-то сказать. Но только крепко сжимает пальцы, словно посылает в добрый путь. Отпускает. Тихен может лишь улыбаться, не понимая, что это за реакция такая. Капитан ведь себе обычно не позволяет подобных вещей на публике. А ему глупому и приятно. Почему нет? Джина приходится догонять, потому что ходит он быстро, значит, явно чем-то раздражен. Но Тихен в его рабочие дела никогда не лезет. А стоит спросить, что у него случилось, тот не церемонится. Говорит о доме, о Корее, об отце и Пусане, которого необходимо навестить, справиться о его здоровье. Тихен старается сильно не показывать свое недовольство. Скрещивает руки, на груди поджимает губы, а взгляд бегает туда-сюда. Да, какой-то испуганный. Не хочет он домой. Не просто в Пусан, не тем более туда, где есть их отец. И сердце внезапно заходится в диком стуке. В ушах шумит. Тихен и половины слов брата не слышит. Мотает головой, как собачка на приборной панели автомобиля. Отказывается. Ему больно возвращаться домой, в прошлое, туда, где жила мама. Но Сак Джин говорит убедительно о том, что Тихен давно не видел отца, не был дома. «Мой дом в Англии», – сиплым голосом заявляет он и прочищает горло. Джин этим не очень доволен, но не спорит. Он никогда не вмешивается в его жизнь, не учит и не дает ненужных советов старшего брата. Старше еще не значит мудрей. Пусан пусаном. Ну, а маме было говорить необязательно. Знает, ведь как Тихен этого не любит. Знает, потому и давит на больное. Хочет сойти с лайнера, когда они прибудут в Корею. И Тихен желает ему доброго пути. Но не готов к таким встречам. Ни с родителями, ни с домом, ни с прошлым. Берег-то хранит воспоминания. И отец хранит. Дома столько фотографий мамы. На полках, на стенах. Повсюду. Они почти на каждом вчетвером. Счастливая семья. В прошлом и правда хорошо. Но лишь пока оно является твоим настоящим. А уже потом. А потом прошлое ничего кроме боли не приносит. По крайней мере, Тихену. Сакджин почему-то не чувствует этого так, как Тихен. Ну, у него и не возникало таких проблем с отцом, как у него. Тихен-то не папина гордость. Он не такой, каким его хотели видеть. Зато Сакджин именно такой. Главный менеджер самого элитного круизного судна в мире. Им гордиться не стыдно. Тихенам-то гордилась больше всех их мама. Каким взглядом она смотрела, когда он приносил ей самые красивые ракушки. Когда он правильно называл созвездия. Тихен так не умел, он и похож на нее не был. А Тихен вылитый. Белый, голубоглазый. Тоже по мужикам. Весь в мать, как любит говорить отец. И доводы Сакджина его, в общем-то, совсем не убеждают. Он уходит, так и не дослушав. Убегает. Тихен очень любит побегать. Пора бы уже это понять. От переживаний разболелась голова. Тут уже ничего не поделаешь. Тихен все принимает близко к сердцу. Особенно разговоры о семье. И капитан его очень вовремя вылавливает, когда Тихен уже собирается зайти в свою каюту. Почему внезапно в свою, а не в его, не спрашивает. Ну, мало ли, что англичанину могло понадобиться. Мало ли, что не так. Чунгуку вообще не нравится быть зацикленным на какой-то мысли. Но Сакджин за несколько минут умудрился испортить утро им обоим. Тихену тоже по глазам видно. Но вместо того, чтобы рассказать об их с братом разговоре, он тычется капитану губами в щеку, прямо посреди коридора обнимает. Хочет в кафе или погулять, или в комнату с игровыми автоматами, или и так до бесконечности. И Чунгук отбрасывает мысли о том, что Сакджин говорил с ним об их отношениях. Ну, с какой стати? Это ведь не его дело. Не станет он вмешиваться. Тут все взрослые люди. Все все понимают. Кроме разве что Тихена. Но ему простительно. Ему вообще все прощается. И то, что пристает к Чунгуку на людях. И то, что внезапно он еще более ласковый, чем обычно. Вертится, крутится рядом. Приходится увести его с глаз людских. Все-таки подобные отношения одобряют далеко не все. Тихену, разумеется, все равно. Но за капитаном хоть на край света. Несколько часов наедине с ним. И снова тот весь сияет, горит и искрится. Весь день он бегает за Чунгуком хвостиком. Тот сам позволяет. Берет его с собой, даже когда старпом зовет на мостик. Тот показывает капитану какие-то карты. Опять говорит сложными словами. Они общаются на своем морском языке. А Тихен донимает дежурного радиста. Тычет во всякие кнопки. Обо всем интересуется. И тот рассказывает с куда большей радостью, чем это обычно делает капитан. Зато с большей издевкой, которую Тихен слышит в голосе. Чунгук-то никогда с ним так не говорит. Даже когда Тихен ошибается в терминах, повторяя за ним. Терпеливо поправляет. Может посмеяться, но не усмехается. Как этот вот дурак в своей идиотской шапке. Этот парень Тихен вообще не нравится. Он и видит его впервые. Бедный Чунгук с его помощником. Упаси Боже работе с такими высокомерными пацанами. Тот явно младше Тихена. Он это по чужой самоуверенности видит. Говорил бы этот мальчик так с Чунгуком. Давно бы стал паенькой. Капитан бы не стал терпеть такую спесь. Он вообще грубиянов не любит. К тому же в экипаже такие люди не приветствуются. Чунгук сам говорил. Они задают настроение всей команде своим поведением. К счастью, надобность в общении с этим человеком у Тихена и не возникает. Он с радостью следует за Чунгуком на ужин. А там и в каюту. И пока целует его уже в постели, забравшись капитана на колени, то совсем не вспоминает о доме. И пока горячие ладони гуляют под его футболкой, пока чужое дыхание обжигает нежную кожу шеи, скул и губ, Тихен не вспоминает ни о чем и ни о ком. Он привязался к капитану. Он до боли в него влюблен. С ним хорошо. С ним кажется, что Тихен способен против целого мира выстоять, если потребуется. Его сейчас лишь один человек способен ранить. Он только для него живая мишень. Искренний, наивный и нежный. Голый душой. Сегодня и телом. Дрожащий в капитанских руках натянутый струной, горящий от поцелуев. И после его ласк очень крепко спится. К тому же под боком, как Тихена привык. Он почти перестал вздрагивать во сне. Лишь изредка просыпается посреди ночи и будет прикосновениями к лицу, пытаясь убедиться. Ченгук в такие моменты много хмурится, но поделать с этим ничего не может. Однажды Тихен перестанет. Что бы то ни было, просто перестанет делать, думать, бояться, подрываться посреди ночи. А пока что это их своеобразный ритуал. И именно сегодня Ченгук тоже очень плохо спит. А когда Тихен находит его лицо в темноте, он даже не чурается целовать его пальцы, не ленится успокоить. Слова Сакджина назойливой мухой зужжат в ушах. Хочется прихлопнуть и их, и главного менеджера. Ченгук никогда с ним в дружеских отношениях не был. А сейчас между ними заметное напряжение, которое с каждым днем все растет. Капитан из-за этих мыслей поутру впервые чувствует себя таким разбитым. Они даже в завтрак проспали. Кажется, Тихен был этому несказанно рад. Улыбался, потягиваясь в постели, как довольный кот. Сонный, голый, совсем не торопится одеться. Ворочался под одеялом. Вообще век бы так лежал. Очень удобно оказывается. Но Ченгук завтрак пропускать был не намерен. И они впервые оба были настолько рады завтракать вдвоем, пускай каждый по своим причинам, но из-за одного и того же человека. Менеджер вообще благополучно получается избегать все выходные. Ченгук нарочно уводит Тихена с лайнера, предварительно разобравшись с делами. Капитан трусливо боится. Да, вот так. Боится, что Сакжин все-таки вмешается. Тут Ченгук уже не сможет держать недовольство при себе. Пойдет окончательно портить с ним отношения. Вряд ли, конечно, слова старшего брата возымеют на Тихена хоть какой-то эффект. Он вообще никого не слушает. А только Ченгука иногда и Чамина. А на остальных англичанин класть хотел. У него свои законы и правила, которым он подчиняется. А остальные, остальные вне его вселенной. Хотя вряд ли Сакжин такой уж посторонний. Стоит им тронуться в путь до Брисбена, в свой первый же рабочий день, Ченгук совершенно случайно застает Тихена спорящим о чем-то с братом во время подготовки к очередному тематическому вечеру. Повсюду разноцветные шары, которые англичанин дует с особым усердием, пока Джин ему что-то вливает в уши. А потом Тихен внезапно психует. Вообще впервые выглядит таким недовольным. По-настоящему. Конечно, наблюдать вот так из-под тяжка – это плохо, но не станешь же Ченгук вмешиваться. Он уже потом, ближе к вечеру, когда в зале звучит музыка и часть пассажиров развлекается, когда он может оставить свой пост, находит Тихена на его любимом месте, разглядывающем горизонт. Тот стоит, опираясь на Леера, и капитан без задней мысли обнимает англичанина со спины. Зарывается носом волосы, впервые не боится показать того, что за весь день успел заскучать без своего морского. А у Тихена настроение тут же взлетает до небес и выше, куда-то к звездам, и под кожей разливается тепло, когда он понимает, что кто к нему пришел. Сюда, кроме капитана, и так никто не приходит, и Тихен его ждал. Сегодня ему было как-то особенно тяжело после разговора с братом. Тот все-таки уговорил навестить отца. Тихен знал, что так и будет. Его убедить расплюнуть, но ему не хотелось. Навестить отца значит расстаться с Лайнером и капитаном на все те дни, пока они будут стоять в порту. И кто знает, что его ждет в Пусане? Вряд ли что-то хорошее. А здесь вот точно хорошее. Все самое-самое лучшее. Ну, Чунгук, как минимум. Что происходит? Говорит капитан куда-то в висок. А Тихен чуть поворачивает голову, чтобы взглянуть на него. Удивленно хлопает глазами. Правда, не понимает, о чем речь. Я Сакджини. Что ему от тебя нужно? Но Тихен морщит нос и пожимает плечами. Он не любит выносить проблемы, касающиеся его семьи на люди. Не любит говорить о маме, об отце, даже о Сакджине. Это вообще единственное, о чем он разглагольствовать не хочет. Так уж повелось. Но Чунгук не отстает. Ходи делает это ненавязчиво. И сжимает в руках, и горячо дышит на ухо. Заставляет Тихена смеяться от щекотки. И вообще ведет себя странно, не как обычно. Тихен понимает, что тот хочет узнать причину его скверного настроения. Чунгук почему-то вот такой. Любит узнать не о чем-то хорошем, не о том, что поднимает настроение, а о самом плохом. О том, что доставляет неудобства или делает больно. Как раз о том, что Тихен ненавидит озвучивать. Ему зачем-то это нужно, и все тут. Капитан очень настойчив. Он не давит словами, покорно ждет, пока англичанин сдастся. А тому много и не надо. Достаточно лишь немного ласки со стороны капитана. Его ненастойчивых губ на шее, соскальзывающих на плечо. И Тихен нехотяну говорит. Он хочет, чтобы я поехал с ним домой, когда мы будем в Корее, в Пусан. Я говорил, что там вырос. Там мой дом. Он замолкает, но исправляется. Бывший дом. Я не был там три года. И очень тихо добавляет, не сумев держаться. Еще бы столько же не появлялся. Ты боишься вернуться домой? Чунгук чувствует, как Тихен весь напрягся в его руках, как крепко держится за него. Чего-то действительно очень и очень боится. А его самого больше нужного успокаивает то, что Сакджин все-таки вмешивается в их отношения и правды не стал. Чунгук что-то совсем запаранойил. Ты видишь, какой я. Какой ты, хмурится капитан, чувствуя, как Тихен начинает перебирать его пальцы. Ну, вот такой, по мальчикам. А еще чуть что сразу слезы. Ничего не могу с собой поделать. Мне очень больно, когда люди, которых я люблю, говорят мне то, что чего я слышать не хочу. Я никогда не стану обижать словами, зато меня обижают все. Знаю, конечно, что ненарочно, но это все равно неприятно. Он кусает губы, долго собирается с духом, прежде чем спросить. Твои вот родители в курсе того, что ты предпочитаешь мужчин? А с чего ты взял, что я предпочитаю мужчин? Тихен тут же хмурит брови и поворачивается к капитану лицом. Он искренне не понимает, над ним сейчас шутят или как. Хочешь сказать, ты по девушкам? Ну, хочу сказать. Тихен смотрит ему в глаза. Мне важно лишь то, что из себя представляет человек. — Значит, у тебя может быть семья? Я имею в виду жена, дети? — Возможно. — Но сейчас ты не стал бы пока со мной? — Нет, — отрезает капитан. Тихена очень успокаивает то, с какой уверенностью тот говорит об этом. — А что? И ему явно неловко об этом спрашивать. — Что тогда я из себя представляю? — Для тебя в смысле? Ты еще тогда говорил, что это другое. Почему я — это другое? Тихен хлопает глазами, ждет ответа. При этом смотрит в самую душу. Не специально, конечно, у него это как-то само собой получается. Залезть в самые дебри и светить, светить. А правда, какой он? — Да такой вот и есть. Стоит самый обычный. По внешности до безобразия привлекательный. А он и не замечает, как на него смотрят некоторые девушки. Его взгляд всегда направлен на капитана. И улыбается он только для него и смеется, и плачет, и обнимает ночами, тихо сопя под боком. Налево даже не дыхнет. В нем мировой запас добра и неисчерпаемые залежи нежности. В мире нет и не будет человека, достойного англичанина. Все рыцари вымерли, а капитан? Он тем более не заслужил такого внимания. Просто такого человека рядом, который всегда поддержит и поймет. От ее не можно всякого подумать, а на словах этого передать не получается. Не тому англичанин задает эти вопросы. Как капитан вообще может признаться, что тот для него единственное, то самое хорошее и одновременно плохое, что происходит с ним каждый божий день? Хорошее, потому что ты хен теплый и мягкий. Он под тебя умеет подстроиться. Плохое, потому что он наивный и добрый. Простит, а ты так и будешь чувствовать себя ублюдком, недостойным такого отношения. У капитана с англичанином проблемы. С каждым днем с ним все лучше. Он сам кажется лучше, даже мир вокруг преображается. Учиться увидеть то, чего не замечал, отродясь. Например, что звезды есть не только на небе, и что они тонут в голубой пучине глаз напротив. Техен даже сейчас искренне и доверчивый. Ему скажи, что завтра небеса брушатся на землю, он поверит. Другому, может быть, не поверил бы, а капитану на все тысячи процентов. Хочешь, я скажу, каким я тебя вижу? Любопытствует Техен, так и не дождавшись ответа. Он держит за руки капитана, говорит расслабленно, а Чунгук не хочет, но не озвучивает этого. Ты меня любить боишься? Наверное, потому что не привык к такому? Вряд ли уж тебе часто попадаются такие надоедливые парни, как я. Улыбается он, а Чунгук от чего-то совсем не смешно. Он лишь наблюдает, вынужденно слушает. И я знаю, что ты очень-очень добрый, потому что я помню, как ты мне помог с моим это морской болезнью, и когда обидел первый раз, отвел меня в бильярд, а потом в ресторан. И я верю, что ты делаешь хорошие вещи для меня не потому, что хочешь загладить вину. Может, тебе просто нужен повод, чтобы сделать для меня что-то приятное. Я, если честно, не знаю, ты просто не привык. Это я понимаю, поэтому не расстраиваюсь, почти. Не привык же, я прав. Хлопает глазами Тихен, а капитан хмурит брови. Чем дальше стоит и смотрит, тем больше видит то, что хочется оставить лишь для себя одного. Даже зная, что не заслужил, эгоистично. Сложно быть достойным такого, как ты, задумчиво звучит в ответ. А Тихен округляет глаза. Ему послышалось? Хочешь знать, какими тебя вижу? Чунгуку собственный голос кажется странным, а англичанин не двигается, но вспоминает, что нужно кивнуть в ответ и кивает. А капитан целует, притянув его к себе. И горячо, и нежно, забираясь ладонями под рубашку. Пальцы гуляют по коже, язык во рту. А мысли? Да к черту эти мысли! От них сегодня никакого толку, все об одном. О том, что держат в руках прямо сейчас. Против чувств переть себе дороже. Капитан ведь и правда чувствует. Чувствует, что сам весь горит. Где его касается Тихен? И щеки горят, пока англичанин обхватывает лицо ладонями. Отстраняется и удивленно смотрит привычно распахнутыми глазищами. Уже не топит, уже все, конечная остановка, дно морское. Лучше я не опишу, говорит самая губа Чунгук, и Тихенова так отчаянно целует в ответ. Его поцелуи тоже сложно сравнить с чем-то земным. Скорее, это как собирать губами звездную пыль. Горячо, крайне бессмысленно, хаотично заглатывая горячий воздух, но остановиться уже не получается. Хочется распробовать вкус, пройти все круги боли, пытаясь покорить чертову звезду. Она ведь горячая. От нее сердце в желе, ноги в мозги в кашу, а по венам синий огонь. Не зря тот считается самым горячим. Англичанин-то именно такой. Еще и в наглую делает вид, что покорился. На деле покоряет сам. Наверное, капитан у него не просто при. Возможно, он что-нибудь в. В лип, например. А когда Тихен крепко обнимает за шею, мурча на ухо о том, что он очень счастлив был попасть на этот круиз и познакомиться с Чингуком, и просто счастлив, неважно из-за чего, то капитан понимает. Точно в лип. Теперь вот оно. Такое дно морское, да? А здесь, оказывается, не так уж и плохо. Капитан встает с первыми лучами солнца. И если раньше Тихен в 4-5 утра мог спать, как убитый, не слыша и пушечных выстрелов, то сейчас ему достаточно одного прикосновения. Чингук каждый раз касается его, пытаясь убрать себя, и тот, как назло, просыпается. Сон нахлопает глазами, на голове беспорядок, в голове вообще бардак. Тихен поутру далеко не всегда понимает, что с ним происходит и почему, а сейчас уже немного привык. Вчера утром он вообще, увидев, что капитан встал на час раньше, не давал вылезти из постели. Стонал себе под нос, ныл о пользе сна в его объятиях, и Чингук, конечно, с ним не спорил. Себе дороже будет. Но все же сну в объятиях предпочел тренировку. Тихен сначала не понимал, о какой тренировке речь, до его сонного разума вообще очень медленно доходит. А потом он накинул одним глазом формы капитана и понятливо промычал. Не от природы же он так сложен. И Тихен даже сам себе пообещал, что однажды он обязательно сходит посмотреть на его тренировку. Очень уж хочется. Ну и спать, увы, хочется не меньше. И сегодня из его цепких рук, намертво вцепившихся Чунгука, выбраться помогает лишь уговоры. Не грубые, потому что Тихен на них не ведется, только обижается. Неженка. Зато стоит начать говорить с ним ласково, убедить, что они встретятся за обедом, что, может быть, капитан урвет минутку для него где-нибудь в середине дня. Стоит оставить ему всего один целомудренный поцелуй, где-нибудь в предплечье. И он сам перекатывается на вторую половину кровати, выпуская капитана на свободу. Довольный и чаще всего голый, он засыпает обратно тут же, забыв обо всяких данных самому себе обещаниях. А капитан время от времени стоит у постели, нарочито медленно застегивая запонки, пуговицы, любуется и даже не скрывает этого, когда Тихен продирает глаза и ловит его за разглядыванием своего нагового тела. Он только притягивает одеяло к груди, удобнее устраиваясь на нем. Может быть, нарочно отворачивается, демонстрируя все свои округлости. А капитан-то чуть ли не скрипит зубами, а дергивая пиджак за лацканы, щурится на англичанина. Тот всегда очень не вовремя начинает доводить, прямо перед рабочим днем, и хоть бы раз в выходной. У Чунгука хоть и работа, но он все равно не железный. Раз Тихен поступает с ним несправедливо, то что ему мешает поступать так же. К тому же англичанин куда более чувствителен к ласке, особенно утром, когда у него совсем нет сил подняться с кровати. Капитан опускается коленом на постель, ладонь ложится на голую ягодицу, поглаживает, и Тихен весь покрывается мурашками. Что-то там мурчит в подушку, Чунгук не понимает. Его рука скользит то на бедро, то на талию. Он даже замечает, что у англичанина сбилось дыхание. Тот поворачивает голову, и сонный смотрит на капитана, хмурится, хрипит. Ты же сегодня работаешь. Ну, сейчас пойду. Будничным, но каким-то веселым тоном заявляет тот. Тихен дуется. Ему не нравится, что его вот так нагло и бессовестно дразнят. Он же знает, что Чунгук никогда не останется с ним в свой рабочий день. Не положено. Отговорки не принимаются. Нечестно. Глухо звучит в подушку. А там Тихен уже и хнычит. Пытается спрятаться под одеяло, когда капитан внезапно целует в плечо. Ни разу не честно. С ним так нельзя. Он же будет думать, обязательно захочет, возбудится. Справедливо разве? Капитан-то справедливость никогда особо не волновала. Он делает то, что считает нужным. И сейчас очень нужным ему кажется отобрать одеяло у англичанина и поцеловать куда-нибудь в шею. Тот сам подставляется, тянет свои ручонки, чтобы запустить их в волосы Чунгука. Но он уже привел их в порядок, поэтому не позволяет, перехватывая загребущий. Тихен всегда быстро подстраивается и понимает, что ему нельзя, поэтому больше не лезет. Но поцеловать напоследок все равно просит. Просит – получает. Аккурат между лопаток. И кожа под губами нежная, горячая. Англичанина везде приятно даже просто целовать. Капитан всю свою волю собирает в кулак и накрывает Тихена одеялом прямо с головой, чтобы ему неповадно было светить своими прелестями по утру. Отвлекает все-таки. А еще в каюте работает кондиционер. Заболеть, расплюнуть, капитану вообще-то не все равно. Тихен засыпает счастливый и просыпается такой же, ближе к обеду. У него есть еще несколько часов до встречи с Чунгуком, поэтому проводит он их максимально бесполезно. В постели, с телефоном, впервые за прошедшие месяцы проверяя ленты социальных сетей. Даже со злости выкладывает фотографии с Чунгуком, которую сделал еще несколько недель тому назад. Уильям-то, оказывается, и правда вернулся в Портсмут. Об этом говорят фото из беседки дома у Бэт-Эн. Он проверяет контакты, звонки, сообщения. Чунгук там говорил, что Уильям хочет увидеться, скучает, видите ли. А Тихен лежит, завернувшись в одеяло капитана, на подушке капитана, со следами капитанских поцелуев на своей коже, и понимает, что ему вот наоборот совсем не скучается по этому козлу. Он даже открывает контакт, чтобы настрочить пару ласковых о том, что ничего между ними быть не может, что он в отношениях, счастлив и не скучает вообще ни разу, но контакт, оказывается, заблокирован. А стоит его разблокировать, недоставленные ранее сообщения разрывают телефон, и звонки, и прочие уведомления. Тот и в Инстаграме накатать умудрился, их прошлое вспоминает, а невесте и не заикается. Тихен хмурится, открывая мессенджер сообщений. Сотня, а там и видео, и фото, и пропущенные звонки. Его пальцы замирают над кнопкой удаления контакта. Он зачем-то просматривает отправленные ему фото из его же сада, зачем-то читает все СМС, где пишется о том, что Бет-Энн все знает. Знает о чем? У Тихена на короткий миг замирает сердце. Бет-Энн знает. Вильям вот так просто взял и рассказал матери о них? Так просто? Столько времени молчал, а тут взял и выдал на духу, как покаялся. А она приняла, рассказала, что Тихен слинял в кругосветное, потому Вильям его терпеливо ждет, и за садом ухаживает, и за домом. Даже веранду ему подлатал, чтобы к приезду не было никаких головных болей. Не будет никакой свадьбы, он все осознал, обдумал, понял, что испортил себе жизнь, выбрав человека, которого не любят. Его, кажется, и не волнует, что помимо себя он испортил жизнь еще двум людям. Тихен внезапно очень переживает за его бывшую. Ему искренне жаль, что ей достался такой человек. Жаль, что и ему такой какой-то достался. Но что теперь делать-то? Не возвращаться ведь? А как же тогда? Тихен так и не блокирует контакт, но и на сообщение не отвечает. Он и за обедом где-то не здесь молча жует какой-то салат, уставившись в одну точку. Эта точка, к сожалению, юнги, и ей не нравится, что на нее пялится. Звезда Мэя, ты че уставился? Хмурится бармен, а Тихена не слышит, копируя его выражение лица. Что он, блин, теперь должен делать? У него ведь Чунгук, не нужен ему этот предатель, но Бэт Энн, перед ней очень неудобно получается. Тихен отмирает только тогда, когда чувствует ладонь на своем бедре. Смотрит на капитана, который вопросительно вскидывает брови. Тоже требует объяснений. Нет, нет. О чем? А об этом ему точно знать не стоит. Хотя, может, будет правильней. Но Тихена дрожь пробирает, когда он представляет, как они с Чунгуком снова ссорятся. И еда в горле встает комом. Он забирает у капитана кофе, чтобы запить и не помереть вот так глупо. Но морщится от кислого вкуса. Аж слезы на глаза наворачиваются от такой гадости. Может, и не от гадости, а от несправедливости этого мира. Вильям-то думает, что они вместе, что они снова вдвоем влюблены. А Тихен-то больше нет. Сейчас понимает, он капитана хочет, только к нему. Никто больше не нужен. Хочется только в его руки, в его постель, к нему под бок и чтобы успокоил ночью или подразнил утром. Тихену ничего больше сейчас не надо. Ни от кого. Кто столько измывался над ним, а потом взял и предал. И снова вернулся, как будто это обычное для него дело. Капитан-то, чувствует Тихен, не относится к нему настолько наплевательски. Даже он не относится, а мог бы. Знает же, что Тихен все простит. Он и Вильяму бы все простил. Раньше. А теперь уже поздно. Его не жаль даже, только если немного. И Бэт-Эн. Вильям как будто специально отрезал все пути отступления. Знает ведь, как капитан относится к ней. Очень ценит и любит, как родную мать. И вот так нагло поступил. Тихен, хмурится капитан. А что ему сказать-то? Страшно ведь ругаться из-за такого. Чунгук может и не приехать после. Твой кофе просто отвратительный, через силу выдавливает из себя англичанин. Он и не врет, кофе и правда гадость несусветная. Он даже не стесняется отобрать у Чимина клюквенный сок и запить. А тот такой же кислый, но хотя бы не противный. Господи, и час от часу не легче. Еще и Юнги прям сверли взглядом, как будто что-то понимает. А вдруг? Тихен с ним столько времени провел, столько нервов ему вытрепал. Бармен видел его во всех почти самых плохих состояниях. Тот, наверное, страх учуял, но рот свой открывать не стал. Молча не поверил в бред не с кофе. И уже позже, когда Тихен снова торчал у него в баре в гордом одиночестве и без конца вздыхал, тот не выдержал. «Ну, что ты тут вздыхаешь, как девица неоприходованная?» хмурится Бармен, а Тихен от такого вопроса аж соком давится. Он не девица и уже оприходован капитаном вот. «Мне уже и подышать нельзя?» «Нельзя. Либо выкладывай, по кому вздыхаешь». Он ставит перед Тихеном закрытую упаковку апельсинового сока. «Либо вали». Тихен упаковку отодвигает обратно. Не пойдет он никуда. А Юнги? Ну, он же не станет болтать в случае чего. Мне Вильям написал. «И?» злобно хмурится Мин. «Он сегодня как-то не в настроении? Или Тихен просто от него немного отвык?» «Он думает, что мы вместе?» «Неуверенно звучит в ответ. За садом моим ухаживает. Матери своей все рассказал. невесту бросил. Веранду мне починил». «И дальше что?» «Я капитану говорить боюсь». У Тихена и по глазам видно, что он до смерти напуган. Не пойдет же он к Чунгуку вот так, да с такими новостями?» «Так не говори. Вернешься домой и будешь жить со своим Вильямом долго и счастливо». «Ты что?» вздыхает Тихен. «Он в ужасе от одной только мысли снова оказаться в отношениях с этим человеком. Не хочет. У меня же Чунгук». «Ну, Чунгук не стена, подвинется». Как будто специально доводит его бармен. «Никуда он не подвинется. Не хочу и чтобы он двигался». «Ну, так возьми и скажи своему америкашке об этом», легко говорит Мин. «Он англичанин». «Да хоть эскимос мне фиолетово». «Я сначала хотел с Чунгуком поговорить, но боюсь». Тихен жует трубочку. «Мы уже ссорились из-за него. Не хочу еще раз. Не смогу еще раз». «Капитан твой, думаешь, совсем дурак?» устало вздыхает Юнги. «Ты же к нему каким-то волшебным образом нашел подход? Уверен, таким же мать его волшебным образом он тебе любую самую странную хрень простит». «Дурак», «Но они ведь это пережили». «А вдруг сейчас Чунгук не захочет понимать? И что тогда Тихен будет делать? Ему наверное лучше решить проблему до того, как они узнают капитан? Да, вот самая верная мысль. Только Тихен понятия не имеет, что ему делать, а точнее, как помягче сказать Уильяму, чтобы он отправлялся на все четыре. «Вдруг тот что-нибудь да?» «Эту информацию наверное лучше попридержать». Тихен решается это скрыть, а Бармен внезапно каким-то отстраненным голосом спрашивает. «Что ты чувствовал, когда он тебе изменил?» «Ничего». Мин вопросительно выгибает бровь, но Тихен повторяет. «Ничего. Я узнал о его невесте, вернулся домой и ревелся следующие сутки, а потом устал. Ничего не хотел, не ел, только постоянно спал, а когда не спал, он задумчиво хмурит брови, в окно смотрел, ну и плакал, тоже постоянно. Было просто очень плохо, даже сад забросил, представляешь, это сначала, а потом поливал цветы и ревел над ними, вспоминал, как сажал их, для него. «Для него, можешь в это поверить? Я нет, я не хочу к нему», заявляет Тихен, с болью глядя на бармена, «не хочу больше, мне капитан ваш нужен, с ним очень». «Что очень?» А Юнгиней слушает внимательно и вникает в каждое слово. Ситуация эта до абсурда ему знакома. «Просто очень». «С капитаном Тихену и правда очень». «Очень хорошо, очень плохо, очень радостно, грустно, с ним поначалу было невыносимо, без него сейчас невыносимо, очень». «Ты к нему вернуться хотел», напоминает бармен, к эскимосу своему. «Он англичанин», вздыхает Тихен. «Хотел, но больше не хочу. Зачем он мне нужен, если нашелся другой?» Тихен скидывает взгляд на бармена злиться. «Зачем он мне нужен, если я нашел того, кому хоть немного стыдно делать мне больно?» «То есть», уточняет Юнги, «ты все-таки нашел кого получше?» «Нашел? Я не заслужил, по-твоему?» «Он ведь и правда лучше. Почему я вообще должен всю жизнь любить того, кто дважды меня бросал?» Тут Тихен прикусывает язык, а Юнги переспрашивает. «Мне послышались или ты сказал?» «Не говорил». «Да нет же, я точно слышал». «Ничего ты не слышал», злобно стоит на своем Тихен. «Дважды?» «То есть два раза?» «Эскимос тебя два раза на своем хере повертел, и ты сейчас так спокойно говоришь о том, что он твою сраную веранду отремонтировал и ждет тебя дома с пирогами?» «Звезда моя, ты совсем дурак». Тихен и сам знает, что прощать того, кто однажды предал, было глупостью, а бармен и не знает, что делать, когда англичанин начинает рыдать. Чуть ли не во все горло, потому что ему очень страшно говорить об этом с капитаном. Тот ведь точно бросит снова и не станет разговаривать. И как ему открыться? А если узнает, что Тихен такой вот простофиле, который и правда прощает все-все, то вдруг он тоже. «Эй!» зовет Юнге. «Ты перестань тут, я же просто спросил, на вот, хочешь вкусненького чувак?» Бармен тычет в англичанина шоколадным батончиком, а тот сгребает сладость, открывает упаковку и жует со слезами на глазах и мокрыми щеками. Ему стыдно и за доброту свою, и за то, что он такой плакса, и любит сладкое, и капитана, и дом свой, стало бы сказкой. А пока вот так Тихен сидит, хомячит шоколад, запивает и дело соком, а Юнге кого-то зовет за его спиной и тычет в англичанина пальцем. Тот оборачивается, замечает брата, который тут же хмурит брови, глядя на его зареванное лицо. Хотя он чуть-чуть совсем поплакал, не как обычно. «Он мне тут всех клиентов распугает своими криками», говорит бармен, а Тихен чувствует, что тот предатель. И батончик он его ест теперь очень злобно. «У вас хоть один день может без ссор пройти?» равнодушно интересуется Джин, а Тихена не понимает, о каких ссорах тот говорит. «У кого у вас?» шмыгает он носом. «У тебя», Джин сдержанно кивает головой куда-то в сторону, с ним. Тихен смотрит на какого-то мужчину, сидящего за столиком, не понимает. И все же до него пускай не сразу, но доходит, что Джин говорит о капитане. Англичанин руками машет и головой мотает и с набитым ртом хочет объяснить, что Чингук здесь ни при чем, но тот вообще-то при чем. «Не ссорились мы?» снова шмыгает он носом, но Джин только командует идти за ним. Не ждет, знает, что пойдут, как обычно. А капитан совершенно случайно замечает, как тот уводит Тихена на кухню. Англичанин даже обернулся, как будто почувствовал, но в ответ ни улыбки, ни привета, одно зареванное лицо. Он только в себя пришел, а тут его брат нарисовался, из-за которого Тихен еще и ревет. И как тут, скажите, не злиться? И контактировать им не запретишь, и в рабочие дни у главного менеджера больше свободного времени, чем у капитана. И тот умело этим пользуется. А Тихен так и делает, вид, что ничего страшного не происходит. Встречает вечером в каюте, уже в кровати, переодетый, какой-то замученный. Молчит, что уже само по себе очень подозрительно. И ластится, как неродной, неуверенно, осторожно, как будто боится, что его опять оттолкнуть. Все его прикосновения совсем уж невинные, а один-единственный поцелуй, который он оставляет где-то между ребер, вовсе выбивает Чунгука из колеи. Достаточно одного Тихен, чтобы англичанин весь напрягся. Чуть ли не сжался под боком. Такого еще ни разу не было. И очень странно понимать, что Тихен напуган чем-то или кем-то, но не может же Чунгуком. Тихен повторяет капитан и англичанин наконец подает признаки жизни. И взгляд поднимает и гладит ладонями и все еще ведет себя очень странно. На вопросительный взгляд капитана он лишь целует и снова целует и снова покрывая теплом грудь Чунгука. Ему очень хочется, чтобы тот не злился, чтобы не задавал вопросов. Сейчас не надо. Тихен соврать не сможет рассказать правду кажется тоже. Капитан разумеется не отталкивает не тогда, когда англичанин садится на него верхом и утукается лицом куда-то в шею. И там целует. И весь он сегодня как размягшая глина бери не хочу и слова не вякнет. Только он весь замирает и напрягается, когда по каюте разносится звук уведомления. Следом телефон начинает вибрировать, принимая входящий вызов. Тихена дрожь пробирает с головы до пят. Не должен он бояться говорить о таких вещах, но боится. Страшно ведь, что оставит, что снова придется быть в одиночестве. Он выпрямляется, а капитан так и лежит, хмуро, глядя на него. Кто это? Тихена никто не звонил все эти месяцы, кроме разве что Вильяма. Тут не надо быть гением, чтобы понимать, что происходит что-то, связанное с ним. Капитан разумеется от этого не в восторге, но глядя на то, как англичанин боится, он злиться не может. Ревнует, да, но не злиться, просто не понимает. Тихен то выходит, его номер разблокировал, а зачем? Что происходит? По-прежнему терпеливо спрашивает капитан, а Тихен сглатывает, признается. Я боюсь. Чего ты боишься? хмурится тот. Рассказывать. Тут у Чунгука нет ни одной веселой версии совсем. Вильям то разблокирован, написывает и названивает вон, а Тихен боится. Казалось бы, все тут просто как дважды два. Капитан так и думает, не о самом хорошем, но с англичанином все так просто не бывает. Он бы не пришел с повинной в том, что решил, будто бы до сих пор влюблен в бывшего. Стоит представить, как он говорит, что возвращается в Портсмут, конечности леденеют. Ладно, если бы просто домой, но не к кому-то другому. Да разве его морской вообще способен на такое предательство? Тут даже ключевое слово есть его. Он будет верен по гроб жизни тому, кто с ним рядом. Капитан вот рядом с ним, значит англичанин должен быть. Хотя бы сейчас. А что потом? А то, что потом, оно не должно касаться капитана. Он ведь так для себя решил. Об этом потом не слышать, не хочется, не думать, и чтобы оно вообще капитану на глаза не попадалось. Он терпеливо ждет слов Тихена, к самому худшему уже готов. Брат его, может, об этом и уговаривал. Дать этому Тихену второй шанс. Вернуться домой. Чингук то чувствует неприязнь главного менеджера. Сам неровно к нему дышит, обходит стороной. Они слишком уж похожи. За всеми мыслями капитан даже и не замечает, как у Тихена слезы наворачиваются. Но он не плачет. Но не станет же опять реветь. Это ему и всем вокруг уже наверняка надоело. Он все-таки взрослый мужчина, ему двадцать пять. А слезам это все-равно на возраст. Они почему-то бегут по щекам, когда Тихен говорит. Ты просто пожалуйста дослушай до конца. Ну а что еще остается делать? Чингук устал от этой вечной мокроты и драмы. С Тихеном что ни день, то слезы и какие-то страшные признания или открытия. Причем всегда со стороны капитана. Ты возвращаешься домой? Чингук говорит немного устала, тихо, предполагает не самое, но страшное. Самое страшное такое ты возвращаешься к нему. Чингук наверное отпустил бы, чтобы катился на все пять и цацки бы его все собрал, всучил обратно ракушки и те дурацкие камушки его. Он бы точно сделал что-нибудь дурное, потому что не понял бы такого поступка. Тихен только сильнее плачет, не ревет, но на грани, мотает свои белобрысок головой, отрицает. Никуда и не собираюсь. С чего ты вообще это взял? Я же говорил, что с тобой хочу, помнишь же? Чингук то помнит. Ты сейчас вспомни все, что я тебе говорил, хорошее только. И ты мне нравишься, нет, я люблю тебя, ладно? Мысли об Вильяме миг исчезают, а капитан напрягается. Он с такими признаниями, которые в принципе англичанину свойственны, ненароком начинает думать, что тот смертельно болен. Может быть, он уже был болен, когда на лайнер поднимался. Вдруг потому мир повидать и захотел. Чингук черт бы его побрал, уже и не знает, что думать с таким поведением. Я сегодня утром просто проверял сообщения, фотки смотрел, говорит Тихен, а голос то дрожит, а там неужели кто-то умер? Вильям оказывается правда домой вернулся. Тихен едва сдерживается, чтобы совсем не разреветься, когда лицо капитана меняется с хмурого на очень хмурое. Ты говорил, что он мне писал там всякое, и я хотел ему ответить, чтобы он мне вообще не нужен, а потом я увидел, что контакт заблокирован, ну я его разблокировал, а потом он шмагает носом, а потом мне начали приходить сообщения, а потом Тихен и так долго держался, тут больше не может, так и сидит верхом, рыдает, и на него, и не надо его обвинять, он капитана до трясучки без тебя не хочу, всхлипывает, как маленький ребенок, а Ченгук, честно признаться, ни черта не понял, но смог облегченно выдохнуть, а ревешь-то чего, а вдруг ты меня опять бросишь, и снова всхлип, Ченгук очень хочет его как-нибудь обозвать, ни одного хорошего слова на языке не вертится, англичанин такую истерику закатил, как будто завтра конец света наступит, он капитана до смерти напугал, так же вашу же налево нельзя, у него вообще сердце слабо, ему тридцать, но с такой работой считаю все пятьдесят, так, покой истерику, вздыхает Ченгук, а Техен только глазами моргает, схлипывает и успокоиться вообще-то не может, довели, и нашел же время капитану завтра вставать, ни свет, ни заря, Техен успокойся, мирным тоном просит Ченгук, не злиться, но видеть англичанина постоянно рыдающим из-за него, ладно, если бы причина была, а это, это уже ни в какие ворота, сам себе что-то там напридумал, теперь сидит и ревет, слезай с меня, командует капитан, когда Техена не думает его слушаться, зачем, я за водой пошел, слезай, зачем, снова всхлип, но все-таки слезает, осторожно сползает на свою половину кровати, так и боится, у него в капитанской каюте уже даже своя половина кровати есть, че рыдает, одному Техену известно, топить тебя буду, достал реветь, англичанин шутку не оценил, даже не понял, что капитан шутит, а тот подшумок и притащил ему воды, чтобы рот свой занял чем-нибудь полезным и чтобы не помер от обезвоживания, и пока Техен пьет, Чингук присаживается рядом с ним уже с его стороны и ждет, просто ждет, пока хотя бы тот успокоится, а когда крокодили и слезы наконец заканчиваются, Чингук рискует потребовать более связных объяснений, и Техен с передышками дрожащим голосом рассказывает о том, как разблокировал контакт и что его уже ждут портсмуте и что этот Вильям и невесту бросил ради него и за садом ухаживает и за домом и даже матери рассказал об их отношениях. Столько молчал, а тут рассказал, как будто мне это надо, я даже фотку нашу с тобой выложил, но он ее, наверное, еще не видел. Ты сделал что? Мне довольно интересуется Чингук. А нельзя было? Он делает такие страшные глаза. Забыли. Капитан трет глаза пальцами. Дальше что там с этим Вильямом? Из-за чего истерика? Почему нельзя? Игнорирует его Тихен. Я это не сказал. По тебе и так видно. Ты тоже не хочешь, чтобы кто-то знал? Чингук от этого тоже аж корежит. Ты можешь хоть пойти и в рупор проорать, что мы с тобой в отношениях. Капитан говорит спокойно. Он внезапно чувствует себя таким уставшим, глядя на зареванного Тихена, который облегченно вздыхает. В отношениях это хорошо. Но когда ты болтаешь о том, что происходит внутри этих отношений, тут я твоей политики не разделяю. Это всего лишь фото. Мы там даже не целуемся, он шмегает носом. А ведь могли бы. Показывай, командует Чингук. Тихена показывает, ему не жалко, специально подползает ближе, он когда касается Чингука, ему не так страшно. Не капитана он, конечно, боится, только лишь его взгляда. Его одного хватит, чтобы понять, насколько сильно тот может быть недоволен. И дальше что? Интересуется капитан, разглядывая фотографию. Ну, ничего такого уж страшного в ней правда нет. Чингук даже помнит, как Тихен попросил с ним сфотографироваться. Вечером на пляже хороший в общем-то был день. Он меня ждет. Кто тебя ждет? Чингук даже и не слышит, что говорит англичанин, листая его аккаунт. Дом и фото сада и дома его действительно красивого, выглядит очень уютно, правда тут и этот. Вильям, он же думает, что когда я вернусь, мы будем с ним вместе. Капитан скидывает взгляд на Тихена, а тот кажется и не дышит. А ты хочешь этого? Как ты можешь так спокойно спрашивать об этом? Задушенно звучит в ответ. Не хочу, я же сказал. Тогда поговори с ним. Но Бэт Энн, ты в угоду своей соседке собрался встречаться с ее сыном? Чингук даже голос повышает. Не собрался я. Ты меня совсем не слушаешь? Я же сказал с тобой хочу. Тогда реши эту сам. Ты взрослый человек. Это твои отношения. Я тебе тут ничем не помогу. Ты мог бы расстаться с твоим бывшим вместо тебя? Скидывает брови Чингук. Тихен. Ладно, я понял. Тихен крутит телефон в руках, совсем понурив голову. Скажу ему что-нибудь. Я не за него переживаю, если что, просто Бэт Энн. Ты не делаешь людям больно. Ты не можешь. Такой ты человек, терпеливо объясняет Чингук. Она поймет. Это твоя жизнь, твое решение. Если тебе будет так проще, то сделай это ради меня. Ради тебя? Тихен он засвет и я я могу рассказать? Просто сделай так, чтобы я о нем больше не слышал, устало говорить Чингук. Не хочет он говорить о бывшем Тихена, тем и не из приятных. Хоть весь интернет засорить этими фотографиями, лишь бы он не мешал. Не мешал чему, не понимает англичанин. А Чингук тяжело вздыхает, перебираясь на свою сторону кровати. Этот Уильям изрядно потрепал ему нерва, не хватало еще. Не мешал чему, повторяет Тихен, глядя на удобно устроившегося капитана. Чингук, мне, чтобы он не мешал мне. Быть с тобой вслух так и не звучит. Ты же не злишься? На всякий случай интересуется Тихен, а Чингук выключает свет, оставляя англичанина в темноте. Тот и голос понижает, подползая ближе. Я обязательно с ним поговорю, обещаю. Ради тебя. Ради себя, конечно, тоже, но ради тебя в самую первую очередь. Он мне совсем не нужен. Ты же все равно приедешь ко мне. Я тебе не разонравился? Не говори глупостей. Чингук чувствует, как Тихен укладывается рядом с ним, снова ластится вот так, как будто и правда. Черт бы его побрал, он же и правда может любить. Глупости. Единственное, что я могу говорить, бурчит Тихен, а Чингук просто пытается поспать. Ему тут такую драму устроили, от этого еще на неделю спокойствия должно хватить. А ревет он, потому что боится повторения, тут и дураку понятно будет. Капитан, конечно, понимает, не святой, что делал больно, игнорировал, уходил, но такая реакция на то, в чем Тихена не виноват даже. Не ему ведь в голове взбрело возобновить отношения, а у Вилли же хватило совести и девушку бросить, и вот так нагло вернуться, даже разрешения не спросил. Взял и отремонтировал веранду. Надо будет, Чингук сам приедет и все англичанину там отремонтирует, чтобы душа его была спокойна. Даже если не будут они вместе, голову на отсечение, но ноги этого второсортного англичанина не будет в доме Тихена. У капитана и то совесть имеется, хоть какая-то. Тихен-то не виноват в том, что он такой. Чингук, а я тебе кажется правда люблю. И не запретишь же ему просто чувствовать. Капитан многое может контролировать всех и каждого вокруг, но, видимо, не Тихена. Тогда сделай для меня кое-что. Сонно просит капитан и Тихен угукает. Давай обойдемся без твоих слез оставшийся месяц. Я не специально. Ты мне что обещал? Я обнимаю и целую. Ты перестаешь рыдать по поводу и без. Так ведь повод-то серьезный, убеждает его Тихен. Мне же было страшно. Я не такой уж монстр, каким ты меня считаешь. Капитан и правда ведь не такой. Пускай иногда поступает неправильно, но на некоторых своих ошибках он все же учится. К тому же оставшийся месяц пролетит незаметно, а сочертело уже выяснять отношения, злиться и ссориться. Капитану бы просто, чтобы его ждали вечером в каюте, чтобы Тихен светился, как елочная гирлянда при каждой встрече с ним. Чтобы только на него так реагировал. Больше ничего не надо. У них осталось очень мало времени друг для друга. «Я же не считаю тебя монстром», далеко не сразу говорит Тихен. «Тихо, видимо, из последних сил». Умудряется и тут ошарашить Чунгука. «Просто боюсь тебя разочаровать». «У капитана сна после такого заявления не в одном глазу, а Тихену хоть бы что. Раскидал свои конечности тут и там, дрыхнет. Разочаровать он, видите ли, не боится. Дурак совсем». «Не он этого бояться должен, а капитан. Только вот тому и в головы не приходило бояться таких вещей. Он ведь вообще не испугливых, как казалось раньше. Сейчас очень странно понимать, что он еще и чувства всякие умудряется испытывать и водит англичанина по кафе и ресторанам, проводит с ним все свои выходные. Может, это только сейчас так кажется, что он привязался. Без Тихена ведь возможно. Он просто своими люблю пудрит капитану мозги. Вечно его куда-то торопит, гонит. Все ему надо сейчас и побыстрее. Хотя если Чунгука не подгонять, он сам ни к чему и не придет. И все же отпустить то придется. Тут сколько ни говори о всяких при, в и прочих приставках и предлогах, расставание все равно случится. На данный момент это так же неизбежно, как восход солнца, как приливы и отливы, как то, что Тихен влюбился. Сюрпризом не стало, тот вообще к людям привыкает на раз-два и жить без них не может. В самом деле не бросит же капитан работу, не станет же каждые полгода мучить англичанина своими визитами. Что это за жизнь такая? Он может и потерпит, если будет знать, что к нему точно вернутся. Но капитан-то нет. Нет и все тут. И катать с собой Тихены бесконечно не выйдет. Ему надо домой, на землю, чтобы украшал собой то солнечное место с фотографией. Чунгук больше чем уверен, что англичанин там единственная самая интересная достопримечательность. И не бросишь его, и себе не оставишь. И что тут делать, когда человека между разумом и сердцем поделить не можешь. Остается ждать Англии, а там уже что-нибудь да как-нибудь. Там уже как минимум одному из них будет очень плохо и больно. И всяко. Как там еще Тихен умеет страдать? А капитан, он-то переживет. Всякое переживал в своей жизни. Не зря же такой молодой, а уже вон где. Пробился, добился. Вот бы это еще хоть что-нибудь значило. Уважать уважают, а доводить так, как умеет это делать англичанин, никто не может. Осуждать и греть тоже. Не страшно ведь, верно? Главное пережить, а там все само собой устаканится, придет в норму. Ну а если нет? А как это нет? Оно обязательно. Но все-таки если вдруг не придет ничего в норму, англичанин навряд ли сильно станет бузить и рыпаться, если вдруг капитан его захочет забрать себе навсегда. Вот такая прекрасная глава, друзья, у нас получилась. Все-таки капитан хочет забрать его к себе навсегда. Слушайте, вот у меня прекрасная изоляция дома, но вот иногда выбешивает, когда в выходной день начинает просто невозможно где-то сверлить и остается, когда остается совсем немного озвучки, а сверлить не прекращают вообще, это так раздражает, прям аж нервы все поднимаются, невозможно просто. Ну что же, дорогие друзья мои, продолжение следует, встретимся мы с вами совсем скоро, и не забывайте подписываться на мой второй канал с озвучками, на мой влоговый канал и на ресурс бусти, где прямо сейчас тоже озвучивается несколько фанфиков, и там выложены плейлисты, которые ранее были на ютубе, которые мне пришлось отсюда удалить. Я вас там с нетерпением жду. Все ссылки находятся в описании под видео, и пока-пока. -пока.